Довольно регулярно оказывается, что даже в нижнем дивизионе Северной Америки порой есть очень светлые и позитивные моменты. И таким моментом была игра команды Feld на первой карте, первой-единственной Best of 3 серии, друзья, которую мы с вами сегодня в рамках этого дивизиона, этого региона смотрим. На ваших экранах драфты второй карты, у микрофона по-прежнему Dima Light of Heaven и Dima Not in My House, и мы наслаждаемся происходящим. Тут у нас и драфты новые, и как минимум одна из команд себя зарекомендовала только что, поэтому ждем хорошей игры. Да, мы сейчас, Дмитриев, наблюдаем за тем, что одна из команд пошла в такой крепенький all-in. Именно это может объяснять Ликан вторым пиком. Довольно-таки рано его забрали, не видя почти ничего. И как только этот герой появился, Филт сразу же отвечает. Марс, Кримстрок, просто куча задувок, арена, ауе, ауе, ауе. И в данном случае Ликану уже неуютно, он уже выступает исключительно в роли баффера. Вопрос, кого он будет баффать. Ну, докчампам не привыкать к такому. У них керри тоже был в роли баффера на прошлой карте. Правда, баффер скорее, да, 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 дебаффера скорее, потому что там единственное, что он делал, это алибарду кидал. И бегал, фармил еще. С фармом у него было туго, даже при всем том, что он только и делал, что занимался этим. Но здесь сейчас решили в корне поменять подход к игре. Пикник Ликантропа. Челевый ответ, хороших героев, и вот теперь будут как-то выкарабкиваться. Ну, в общем, удачи им выкарабкаться, потому что пока замес вроде более-менее, но... Ликантропу неуютно против всего того, что есть у Филт. То есть банально он может с кем-то получить связку, и там уже попробует добеги до оппонента. Когда он выжжет под кого-то подстраиваться, поэтому... Мне вариации Филтов нравятся больше. При этом очень много героев, которые хороши против Пухчамп. Их там огромное множество. Ну и первый герой, который опять же приходит на ум против вот этого расклада, это всякие Джиггернауты, Лайвстилеры и все, что имеет встроен Аватар. Потому что по сути единственное, что опасно есть у Дукчамп, это... Раскаст. Вот, ну естественно, эти герои раскасты не боятся. Да, раскасты очень болезненные там, это просто... Смотрим на баны. Во второй стадии Дукчампа на прошлой карте, по-моему, Урсу тоже убирали. Или это были не они, не суть. Не знаю, всегда, когда вижу Ликантропа в пике, хочется видеть кого-то, кто сможет... Не дать ему побегать, знаешь, и для меня это всегда... Ну да, да, безусловно, это он, но... Мне всегда на ум приходит какой-нибудь Bloodseeker, знаешь. Не будет он смотреться здесь? Ну, я бы что-нибудь надежненькое взял, Дмитрий. Кто-нибудь, что... На верочку... Стыки прописывает. На фазе блокинг-баров. Сейчас Дукчамп они покажут, Какого именно героя они хотят видеть в роли кэри. Потому что я бы... Ну, я бы искал кэри. Хорошего кэри, и это... Это что-то. Ну, в некотором роде кэри. Да, это хороший замес в мидгейме. Плотенький замес в виде SF. И в целом, вот с Shadow Fiendome, я бы сказал, что замес в мидгейме прям такой мощный. Суммарно тут очень много урона. Эпицентр, Саншторм, Подкоп, 3 Кайла, ульта SF, Рубена, что-нибудь сворует, Пак, Рассказ, Дримкоил. Тут, на самом деле, вот спустя, Дмитрий, ваше желание для фэлта в закон. Ой, ну что тут сказать. Не всегда это показатель того, что команда все делает правильно, если честно. Но я благодарен им за этот пик. Правда, сейчас уже после того, как у ребят SF появился, есть ощущение, что Bloodseeker ему ничего не скажет. Женовато ему будет. Посмотрите, представим, что Пак поймал Дримкоилом Сикера, а у него нет Блокимбара. И я уже вижу, как прыгает какой-нибудь SF, кастует ультимейт, раскаст Пака, Санкинга, Рубена, и Сикер отваливается мгновенно. Представим, что на месте Сикера какой-нибудь Джиггернаут или Лайфстиллер. Они просто нажимают на рейч, и все эти герои их не пробивают, но Сикер им понравился больше, на то их воля. Это правда. Ну и, конечно же, в лейте Сикер здесь на пару СД будут раздавать. Вопрос, доживут ли они до лейта, но пока для этого все предпосылки имеются. То есть, как минимум, им есть чем бороться в мидгейме. Итак, коэффициенты от наших партнеров GGBet 1.36 на Felt, 2.99 на DogChamp. Felt ведут со счетом 1.0, поэтому разрыв по коэффициентам понятен. Партнеры свое слово сказали, осталось свое слово сказать командам. Ну, что сказать. В конечном итоге драфт у DogChamp и на прошлой же карте был довольно неплох. Казалось так. А по игре? По игре на фазе линии все закончилось. На фазе линии они себя и похоронили. Причем своими же руками. Здесь есть шансы раздавить фэлтов в мидгейме. Причем шансы огромные. У них действительно мощь. Чувствуется определенная мощь в пике. Вот. Но им придется бороться против Сайленса Сикера. Потому что Сикер здесь вообще не щадит никого. Просто вот вся пачка этих героев выходит вперед. Кастуется огромная у Сайленса. Желательно никому в него не попасть. Но один герой будет регулярно попадать. Что-то мне подсказывает. Потому что ОД посадит тебя в Астрал. Под тебя полянку своевременно постелят. Все. Ты в Сайленсе. Уходишь. Да. Еще добавим на то, что опять же у нас команда с Леканом она частично на таймеры. Но здесь у них есть чуть больше времени, чтобы раздавить врагов. Да и у врагов тоже есть такой момент, что они конечно же будут сильны в лейте. Но здесь на равных нетверсах они проигрывают хотя бы один замес. И команда с Лекантропом моментально сносит базу. Следовательно здесь у Кукчанпов пик поприятнее, чем в прошлой игре. В прошлой игре там вообще был такой пик, что если они не сноуболят за 25 минут, то там уже можно выходить даже если на тварсы равны. Здесь шансов побольше. Определенно так. А в свою очередь у Фелтов значительно меньше шансов на ошибку. Они не то, чтобы много ошибались на прошлой карте, но там был старина Акс, который на этой карте будет играть на Марсе. На Марсе тоже можно ошибиться, вот в чем проблема. Это такой герой, на котором можно не попасть копьем. Наверное, даже можно не попасть ареной. Многие и арены не попадают, Дмитрий. Ну, в общем, перспективка такая себе, но может быть этот игрок сделал выводы. Верится, конечно, с трудом, но не будем торопиться. Посмотрим затем, как будет развиваться вторая карта. Шайба выезжает. За Марсом. Две брони сюда. Сюда. Агресстор говорит, одна брони сюда. Пак сразу уходит. В прошлой игре у Пака был довольно-таки сложный матчап. Ну, и там мы видели, что задушили его, потом задушили в Рескинге, но здесь ему попроще. Одну баунтеруку кто-то заденайл, что ли? Получается, да. Интересно. Вот. Здесь Мирана, который, во-первых, стрелой попасть посложнее, чем, например, там, кастануть сетку или что-то еще. Плюс у него урон в разы меньше, чем у Шаду Шамана, поэтому у Пака есть шанс. Да и Марс, он, конечно же, тоже душит на линии, но не так сильно, как Акс, который кидает горелку на саппорт, и саппорт сразу склеивает ласты. Да, теперь чего-то подобного мы, скорее всего, не увидим. Гримстрок с Бладсикером хорошо работают вместе. Замедло с первого скилла Гримстрока, Сайленс от Бладсикера. И вот уже у Сэнкинга нет половины здоровья. Красиво. На миде, кстати, дерутся, парни, огрызаются. Убивает вард СФ. Пока на этом все. В один момент, я уверен, что Шаду Финду надоест, то, что его УД будет прятать в Астрал по КД. Он просто выйдет на линию, даст 2 калэ, пойдет фармить Лиас. То есть на дистанции СФ фармит очень круто. В принципе, когда он умер от 5-й левел, начинает там забирать руны, его фарм вообще не остановит. Поэтому здесь СФ улыбается. УД. СФ радуется тому, что УД в миде, он никак не может его напрячь. И даже если СФ уйдет фармить лес, УД без Метверхаммера, он если его находит, он его не убивает. Метверхаммер мастхэв. Тачковаться УД вначале не очень любит, потому что у него арба первого левела, а маны у него очень мало, а арба стоит очень дорого. Следовательно, он все-таки... Уже это ману экономить. Да, но надо сказать, при всем при этом держится он пока молодцом. Это пока СФ не набрал души, Дмитрий. Когда-нибудь СФ наберет души, и игра пойдет. Безусловно. Важный микро-момент. Миранка убивает Курьера, который нес расходники Ликантропу. Теперь у него один тангус всего в инвентаре остается. Но благо он такой герой, у которого своего хп много достаточно. Хп регена скорее даже. Так что, наверное... Наверное, сколько-то сможет простоять. Хотя совсем не факт. Там же у Блотсикера пассивка еще есть. На боте оформляют первую кровь на Гримстроуке. На этот раз игра для Догчампов начинается все-таки получше. Вот в миде я продолжу уделять внимание, потому что мы видим, что СФ принесет Боттл. ОД потратил очень много маны. Он продолжает получать по лесу. Потратил фейри-файр. У него сейчас нет ни маны, ни хп. Потому что на все вышли стиков. Он зачем-то сделал еще один удар с арбы. Хотя, по-моему, это ошибка. Потому что он потратил... Он получил 2000 киво ответ. И вот он ОД. Которому не очень круто заходит Боттл в миде. У которого нет маны, нет хп. СФ может и дальше его напрягать дальним кайлом, как минимум. Чтобы у ОД были проблемы. И даже несмотря на то, что сейчас ОД скастовал Астрал. Ну, скастовал Астрал. Ни одного крипа он не добил. СФ его выигнал. И ОД нужна помощь. Да он умрет сейчас. Нет? Не умрет. Стики. О, Миранка пошла. Так, убьем вдвоем-то? Или сами умрем? Одной тычки не хватило, СФ. Ну, он сейчас время потеряет. Мирана пришла вовремя. Причем, очень круто. СФ надо бы умереть. Он умирает. Молодец. Кстати, красавчик. Мирана вовремя пришла. То есть, СФ, конечно же, в этом раскладе передавил, Дмитрий. Но вот вы уже видите, как круто играть СФ, если... Он играет аккуратно и не забегает под Т2. Если он не бежит район Т2, то все нормально у него. Да, мяско крепкое. Равно как и на боте. На Сент-Кинге фраг сделали. У Гримстроука есть откидка. Можно положить. Положил. И Бладсикер соберет сливки. Даблкил для керри команды Прэдент. Здесь для Сент-Кинга подстава. Он стоит на линии. У него бегает битый-битый СФ меди. Бегал он очень долго. И за счет этого Сикер получает солидный баф. Просто месит Сент-Кинга. Когда мы видим, как только вот этого бафа на скорость нет, Сент-Кингу уже на линии стоять попроще. С бафом Сикер его затыкивает насмерть. Так, тем временем Мирана. Как мы видим сверху, Паку предъявить что-либо сложно у него и щихт. А шифтом он может увернуться и от стрелы, и от копья. Валяка он стоит такой. Дядя 8.2 хп Регена. А если его нет смысла, он все равно слишком круто регенит. Имеет смысл только убивать. Но убивать будут на шестом левеле. То, что его левела убить его очень сложно. Но и на шестом он становится таким бойцом сам, когда его пойди поймай. Не, ну шестом левеле хотя бы могут постараться его убить, если арена, копье, в это копье взлетает стрела, старшторм, желательно третьего левела. То там у них появляется хотя бы шанс. А сейчас даже если они всеми спилами у него попадут, у него слишком хороший хп Реген. И попасть с этими спилами без арены очень сложно. Не без этого. Фиксируем 4 баунти руны для команды Дайвер. Бывает такое. Приятная неожиданность. Ну да, ну и фиксируем Сан Кинга, который такой стоит. Немножко странная сентря. А вот. Видит Сан Кинга. Это доставляет определенные неудобства для сикера. Хочет ставить Сан Шторми. И вторую Сентрю почему-то Гримстрок не ставит. Хотя казалось бы, вот он Сан Кинг, вот он Сан Шторм. Поставил Сентрю и прогнал Сан Кинга. Вместо этого он зачем-то заходит в лес. Получает по лицу от Рубена. Его продолжает избивать. Ликинесс. Ликинесс неплохой. Рубена нужно уходить. У него есть ТП. У нас на Кинг под вышку лезть не будет. Это, черт возьми, пятерка. Зачем рисковать? Размялись выгодно. Ну, без этого, да. Дайвер поджимают скан. В район своего леса. Благодаря этому скану СФ будет пытаться подниматься на лесенку. СФ, да, СФ вот как раз занимается тем, о чем ты говорил. Формит леса. Рисы ему подаются отлично. Сейчас Сентрик составили. Так, там на боте снова у нас распри. Наблюдаем за смертью Сан Кинга. Сан Кинг что-то поверил в себя. Пошел убить Сикера. А Сикер-то так у нас неплохо запакован. Рейндроп, Мэджик Стик, почти фейзы. В общем, поверил он в свои силы. Не понятно почему, но Сикер его затыкал вообще без шансов. Через Сентри. Так, Метер Хаммер. ОДС Метер Хаммер хорошо. Теперь ОДС Метер Хаммер может попробовать что-то предъявить СФу, который в наглую фармит лес. Или может пушить вышку. То есть вообще оптимально пушить вышку, потому что это беспроигрышный вариант. Можно пойти в лес, там убить СФу, не убить. Можно, ну там как бы, можно хорошо все сделать, а может не получиться. А в медиа он на верочку сносит тавер, и кому-то придется возвращаться. Если сам порты заняты, то вы вынуждены приходить СФ из леса. И все меняется. И вот он СФ. Ему опасно уходить в лес, потому что его вышку убьют. И Сенкинг уже пришел на помощь, правда он не 6 левла. Пришел на помощь, ОД в свою очередь. Немножко отошел назад, и в конечном итоге помощь никакая не понадобилась. Смотрим, как тут все у нас развивается. Рубик под Гримстроком, поляна Блотсикера, Рубика отдают, фраг достанется ОД. Судя по всему, хотя нет, все-таки Рубик выживает, и Гримстрок должен задуть по-хорошему. Что, ушел что ли? Просто на ноге? Да. Просто на ноги, Дмитрий. Нормально. Не, на самом деле, в такой ситуации, да, вот Блотсикер его доберет. Тут ушел, не ушел, там на топе Марс, кстати, от Ликантропа умирает, Миранка не помогла. Пак еще бегает по лесам за окошкой. И застревает в крипах. Здравствуйте. ТП. А сбить стрелы нет. Маны нет на стрелу. Увы, досадно. Дмитрий, пока все напоминает не прошлую игру. Да. Офлинер откисает регулярно, оф элтов. Мидер вроде как все делает более-менее. Укора на легкой линии вообще 4-0. И Сенкинг ему вообще ничего не предъявил. Плюс тут куча героев бегает на лоу хп, Лонли Кан бегает на лоу хп. Вот там иногда СФ бегает между тир 1 и тир 2. И Сенкин просто такой разогнанный, стоит на легкой линии и по кулдауну затыкивает Сенкинга. У Сенкинга проблема. У него раскачка такая, чтобы убить лицо на линии. То есть он не имеет замахшенного Сеншторма. Опа минус рубик. Он не имеет там пассивку, хотя бы в 2. То есть ему реально... У него нет опции прямо сейчас фармить лес. Он как бы может попробовать прийти на другую линию, но вот он приходит в мид, а тут ОД с метеорхаммером. Он просто велит такой Сенкинга Астрал. А правда сейчас не получилось. И ему нужна Сентря. То есть ставится Сентря, и Сенкинг ничего не может сделать в миде. А пока он может максимум этой сеть пески и не высовываться. Да, но что важно, ОД фраг на рубике ты оформил благодаря ультимейту и решил много чести оказать саппорту соперников, поэтому какое-то время он еще будет не так опасен, как с ультимейтом, очевидно. И, возможно, поэтому Сенткинг решил, что может сюда прийти постоять и торговать лицом. Впрочем, недолго он стоял. Правда, сейчас еще и возвращается. А тут рядом Гримстрок теперь. ОД, кстати, продолжает работать по вышке. Сенткинг дает подкоп. Сюда идет ТП от Блади Найна. В кастовый от ультимейт не стесняется. ОД сейвит. Стрела не долетает до Сенткинга. Если бы долетело, все могло бы очень по-другому сложиться. В общем, Гримм умер. Ничего страшного. Рабочая обстановка абсолютно. Бладтикер забирает хасту. Это прекрасная руна для героя, который и так будет бегать на 800 мс. Но до этого момента надо еще дождаться. В общем, фраг на Марсе, между делом. Достается СФу. Бладтикер все еще бегает. Не очень понятно, куда бежать. Хоть он и понимает, где пак сейчас находится. И в конечном итоге не очень хороший момент для Рейдианта, получается. Да ладно, нормально. Сенткинга убили. То, что Марс откис, но мы уже привыкли, да? К оффлейнеру. Он там сфер или в этой команде? Где это происходит постоянно? Он там где-то умирает, умирает. Я как-то даже не успеваю среагировать. Наверное, уже просто привык к этому. Ну, в любом случае, пока там Марс развлекается с кем-то ОТ, и Сикер свою задачу знает. Сикер, опять же, по-прежнему имеет 4-0. Он в глубоком нойте очень хорошо закрывает Ликантропа. Просто не бегает и улыбается Сикеру, который убивает весь его зоопарк, а потом его снова. Единственная надежда, вот такая прям вот. Единственная надежда для Дайер это СФ Саулом. СФ Саулом, который может вынести быстрый блинг, взять 12-й левел и бегать, взрывать людей в соло. Это их надежда, что СФ начнёт сноубовиться. Да, и вот как раз этим сейчас, если я правильно понимаю, Докчампы планируют заняться. Там как раз есть лакомый кусочек в виде Марса, но они предпочли Гримстроука. Ультимейт отменяет СФ, решает, что без ульты исправимся. Конечно, это... Справедливо. Но стрела. Ой, хорош. Дмитрий, надежда погибла. Ммм, вообще обалдеть. Марс всё сделал здорово. Там ещё и Блатсикеру турку вкастовал. В общем, приняли СФа. По-моему, впервые, да, за эту игру. А, нет, он умирал до этого. Он умирал. Но это важный фраг. Это ценный фраг. Ну, а это очень важный фраг. Это вот как раз такой момент, что начали бить одного героя, тут же прибежало трое, и они моментально наказали Shadow Fiend. Вот если сейчас... Этот Shadow Fiend, например, Шторма из прошлой игры, это, в принципе, он и есть, да? Ну, именно по геймплею. Шторм в прошлой игре Билл Саленс и умер где-то три раза за пять минут. Два раза точно. И всё. И вся его игра, вот весь его, вся его надеждано сноубол, она закончилась. Плюс у него был очень слабый кэрри. Сейчас ситуация немножечко похожа. Потому что есть Сиккер, который уже больше, чем Лекан. И есть СФ, которому нужно втащить игру, но, опять же, там, один в два, один в три он ничего не сделает. Он кого-то убьёт, но сам погибнет. Поэтому, ребятки, его начинают стараться. Да, да, да. Ну, Марс безумно самонадеянный товарищ, конечно. Перед ним там Сэн Кинг стоит. Вообще ничего не стесняет между Т1 и Т2. Марс абсолютно уверен в том, что Сэн Кинга он не боится, выходит на линию. И там оказывается, что ещё рядом два саппорта. Я не знаю. У него инстинкт самосохранения, мне кажется, притуплён немножко. Отсутствует. Напрочь. Спасибо, спасибо. Я пытался избегать категоричных формулировок, но у меня для этого есть ты. Так и нужно, конечно. Мы идеально дополняем друг другу. У него инстинкт самосохранения реально отсутствует. Напрочь, потому что вообще очевидно, у него просто вард стоит. У него Сэн Кик вот здесь бегает между вышек. Казалось бы, многое видит, но он, возможно, даже не смотрит на мне карты. В итоге, опять же, Марс это единственная надежда, что вот он будет фидить. У него уже 0-3. А где-то вот за этот фид зацепит Селикан и разок хорошенько въедет в базу. Это надежда для Дайер. Все очень похоже моббарном развивается, если сравнивать с предыдущей картой. Да, но здесь хотя бы есть Сэф и все еще есть маленькая надежда на Сэфа, потому что он идет первым и он все еще может взрывать людей из ультимейна. Может, может этого не отнять. Сборка у Блаттикера интересная. Не сказать, что привычный для меня лично. Ну да, безусловно. Пофармить хочет. В принципе, нормально качается. В будущем Молнии нормально работают против зоопарка. Можно повесить на себя, можно повесить на Марса. Молнии найс. Молнии найс. Возможно, сикеров не так часто видите. Возможно. Смотрим на то, как Марс умирает снова. Ничего нового в целом. Дело техники. Правда, он еще и убежит, что ли? И арену даже поставил. арену поставил. Это уже кто-то. А будет что-то? Будешь? Дримкойл от Пака неплохой по двум героям. Сэф взрывает. Хорошо. Много урона. Там еще и Блаттикера Волк разобрал. Какая драка-то, это к Чампу. Все замечательно. ОД, кстати, наглец. Наглец. Кастует Метеор, кастует Ультимейт. Догореть должен СФ по-хорошему. Да, это происходит. А ОД? Там Миранка, кстати, еще умерла. Ну ладно, хотя бы СФ, конечно, но драка провальная. ОД молодец. Нужен максимум ситуацию. Хотя бы СФ забрал. Это уже хоть что-то, но уже видно, что они из-за этого Марса зацепились. То есть они вьют вулочку. Нападают. На нее моментально стирают. Его команда приходит дефать, причем они приходят не сразу все, они там приходят. Там сначала двое пришли, потом другие двое подошли. В итоге они весь бой дрались в меньшинстве. А Дайр начинает за это цепляться. Ну, у СЛЕКА нам приятно то, что они разок убили. Хорошо, вулочку снесли. Потом еще разок убьют, еще одну вулочку снесут. Более того, у ЛЕКА нам появляется все больше и больше аур. И Дайр сейчас нужно играть максимально, Рейдин нужно играть максимально осторожно. Потому что у Дайр герои один герой наказывает вообще противника за любую ошибку. И они так разрозненно еще оказались в такой позиции, что одного героя в одном месте убили, другого героя в другом. И Лекантроп с третьими Некрами в инвентаре на таком этапе. Некра это очень сильный юнит для того, чтобы поразрывать лица. Мы это, собственно, и наблюдали. Итак, смог вылазка от Рейдин заканчивается тем, что убивают Пака. Да, не очень хорошо. Надо бы еще что-нибудь сделать. Но тут рядом был СФ, правда, Рейдинт... Они, кстати, знали об этом, но ДСФ уже не доберутся. СФ. Ну, самое время переместиться вниз, забрать еще одну вышку. И сейчас все хорошо. Мощный рассказ, тот сам, про который я рассказывал. У противника пока Блокинг Баров нет. Пока у Сикера нет Блокинг Бара, он с легкой добычей. Особенно для СФ и Пака. Там Дремкоил прыгает, СФ дает ультимарейт, и Сикер падает. И Син Кинг, смотрите, смотрите, смотрите. Оп! Оп! Млг? Млг? Это оно. Я не знаю, с одной стороны, с одной стороны, Рейдинт постоянно забывают о том, что Рубик умеет воровать Астрал ОД, с другой, конечно, ребята друг друга стоят. Этого не отнять. Это битва ошибок. Самая легендарная. Это киберспорт. Снова смог. Есть ли понимание, куда идти? Видят героев в центре. Туда и идут. Героев там много. Хорошие герои. Можно по ним поработать. Рубен. Так, а что СФ? СФ, дружище. Ой-ой-ой, поймали. С каким результатом можно драться? Нет, Рубика, с каким результатом? Бейте их. Бейте, бейте, убейте. Волк. Драке. Волк в Рубтуре. Не побегать. СФ, взрывать. Двоих. Отлично. Много урона. Очень много урона. Герои умирают. Нет, Дмитрий, они, короче, не смогли. Они старались, они верили. То, что они смогут убить, я тоже в них верил, но они оказались слабыми. Славы. Максимально с тобой. В общем, нужен БКБ на Сикере, тогда можно бороться с СФ. Сейчас главная проблема это СФ. Он жмет БКБ, просто входит с ноги, дает ультимейт либо в УД, либо в Сикера, и этот герой погибает. А в БКБ СФ убивать вообще ничем. Тут 5 героев не могут его убить. БКБ. Звучит как план. Находит кошку. Кошка поймали, да. Отъезжает. Так. Вот она, Дмитрий. Трига. Мутанциальная 1-1. Да, да, к этому все идет. Действительно. Отлично. Можно уже скоро будет завтракать идти. Как раз. Чаечек, хлебушек, бутербродик. Да, да, да. Давайте нашли еще и ОД. ОД страдает. Прачет себе в Астрал, у него блинкание. Появляется, ему дают койл, он погибает. Они сейчас реально проиграют Дракулу, когда был мертвый Рубик и Сенкинг был без ульта. Теперь представим на секунду, что Сенкинг живой. Нет, Рубик живой и Сенкинг вырывается с ультимейта. Вся команда умирает. Так Рубик, будучи мертвым в этом моменте, на самом-то деле все и сделал. Шли в смоках, видели СФ с Сенкингом, могли сделать два золотых фрага абсолютно. Рубик оказался А теперь представьте, что информация есть о Рубик жив. Это вообще страшно. Страшно, страшно. Да, представьте, насколько это сильно. И Радиентом до БКБ Сикера драться нельзя. Им запрещено драться. Потому что они не смогли в прошлой драке ничего сделать. Дальше будет только хуже. Лекан, естественно, этим пользуется. Он аккуратненько заходит, забрал еще одну высочку, еще оптимальнее всем, конечно, переместиться наверх, забрать там Т1, захватить вражеский треугольник, как это делали их противники в прошлой игре. И потом забыть Рошана. Это в идеальном мире. А Радиенты пока в наглую бегают по своему треугольничку. Они довольствуются тем, что их за это не наказывают, но очень-очень скоро их могут наказать. За ними уже выехали. Так и есть. Акси увидит. Ну, собственно. Рейдинг зажимаются. Их можно понять. Пару раз по голове они в этой игре уже получили. Дайр, в свою очередь, вольготно себя чувствует. Разбегаются по всем лесам, все пылесосят. Коры самодостаточные, фармят себе что один, что второй, что даже третий. И вот он. Первый серьезно, на этом. Наконец-то. Теперь стикер может драться. Там, правда, УСФ и ДД, поэтому битва будет неравная. Нужно переждать, пока ДД закончится. А то с ДД там слишком угрозно будет. Там три сотни почти. Я пусть такого не выстоит. Как там дела УД? УД тоже есть БКБ? О, слушайте, Дмитрий, УД тоже так-то нормально. УД тоже готов драться. Он с блокинг-баром. не, к артефактам-то вопросов нет. Они же эти моменты не за артефактами поиграли. Они появились. Просто без БКБ они умирают. А с БКБ сейчас драться. И теперь все может быть. То есть, условно говоря, если СФ нажимает на блокинг-бар, то можно убить леканом. А урон-то им хватит. у Сикера физы достаточно, а у лекана 9 брони. 9 брони этого очень мало. Плюс все, еще имеется Марс, который, возможно, когда-нибудь купит блинк и сможет ворваться. Потому что сейчас у Радиант есть определенные сложности с тем, чтобы ворваться первыми в дракон. Почти всегда врывается первыми в них. Да, да, и в этом проблема. они во многом из-за этого оказывались в той ситуации, когда какого-то героя нет и они уже не такие боеспособные. В отличие от Дайер. Дайер потеряли Рубика, выиграли драку, склонили игру в свою пользу. Им можно терять героев, но только таких. Других не стоит. Смотрим графики. Видим, что дело пахнет жареным. То же самое и по игре чувствуется. Статистика лишь это подтверждает. Силы смог контролирует ситуацию. Да, тут есть Мирана, даже если смог не нажимают, можно хотя бы жать инвиз раз в 140 секунд и делать вылазки. Все, у них айтемы есть, они могут. То есть, есть варианты еще ничего не делать и просто ждать, когда там пройдет 20 минут, тогда они все оденутся. Тоже вариант, тоже опция. Лекан будет обесценен, но все-таки по кулдауну инвиза круто пробовать. кулдауну не проставил. Пока, пока кулдаун продолжает простаивать, потому что ребята идут просто в смоке. Видят, нет, не видят, это не их вард. Сенкинг тут бегает. В конечном итоге это смог просто для того, чтобы поставить опс. так что ли получается. Да, но зато они сенкингови и смотри на 3. Теперь они могут развернуться, нажать инвиз Мираны сейчас и убить его. А могут и без инвиза обойтись в целом. Ну, могут вообще ничего не делать, просто фоткать. Могут, да. Сенкингов в своем лице на своем живарде, который, кстати, только что сбыл лекан. Ну, и если они реально будут играть вот так вот, супер пассивно, вот только на этой территории, то очевидно, там когда-то было 6 тысяч, сейчас уже 9, скоро будет 10, они еще отожмут кучу рун, заберут активные руны. И вот с такой пассивной игрой Рейдиантом, ну, ничего не следит плейти. И просто будут без денег. Теряем Акса. Ой, не Акса. Акса, того же Акса. Это все тот же, все тот же парень. Мы знаем его, мы помним. Он не должен уходить. Он не должен уходить. А, его команде нужно убегать. Снова ворвался Сенкинг, молодец. Потек, что еще сказать. Тут Рубик, правда, поставился. Это в один в один. Разменили троечку в четырочку. Дальше устраивать 10 тысяч преимущества. Что тут действительно выбивается игрок сложной линии? Убивается бывает Дмитрий. Бывает Дмитрий. Готой ты знаешь сложная сложная линия это редкий вид. У нас все говорят в СНГ, что очень мало сильных оффлейнеров. В принципе, что это так видно. Я на самом деле то же самое про все позиции слышу. Про четверки. Про мид. Возможно делаем мидер лидеров у нас много. Мидеров у нас очень много. А хороших мидеров? Хорошие мидеры это кто? Не знаю, профессиональные игроки называют как правило ГПК и айсберга. Вот только двоих. Ну, уже два хороших мидера. А ну, ванчик все? Да, кто что знает. Кто там про ну, ванчика говорят? Про ну, ванчика там с ванон. Дал бы Владимир повод людям говорить о нем, о нем бы говорили. Ага. Интересно. Не, ну, что, ванчик может быть еще вернется. Дмитрий, уже два сильных мидера. Уже два? Хорошо. Теперь давайте сильных оффлайнеров. Да как-то не приходит. Ну, нет, генерал хороший. А, ждут или какое-то время назад ждали от коллапса. Не, 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 мы не будем ждать. Я, если что, от него вообще ничего не ждал. есть, все, генерал. Получается, что так. Вот видите. На Epic лиге мне нравилось, что делал ДМ. У него было очень много классных игр, классных моментов. Он крайне стабильно отыграл этот турнир. Но это... Но вы его сразу не назвали. Ну, не назвал, да, потому что в динамике он красавец, но что называется в долгосрочном периоде, мне кажется, ему еще можно себе набрать вес. В общем, ладно, это на самом деле такие пространные рассуждения. У нас действительно, если так подумать, просто есть игроки во всех остальных, ну, их трудно выделять, потому что их команды проигрывают. Дмитрий, снова подкопали Марса, он зачем-то разворачивается. Да поосторожнее, друг, беги. Опа, ОД, неужели, неужели мы врываемся первыми? Правда, в кого мы врываемся? В Рубика. Арена от Марса, Копье от Марса, окей, работаем по Сенкингу, Рубтурка в волка пошла, волк нормально побегал, теперь Bloodsicker его найдет, ДП сбить, не сбили, очень печально, и все на этом, грустно, могло все получиться куда лучше. Ну, наконец-то, то есть, наконец-то, у них два блокинг-бара, они начали хотя бы стараться бороться, если их противники начнут блокинг-бары, неужели там ультимейт, и все остальное было здорово, потому что атака произошла, там у всех есть ультимейты, и вот в самое время их прожимать, минус один, минус два работы, Марс оставался уверен себе, ага, Double D, шоу, дофинда, есть, можно попробовать побить Рошана, и за куда он бежит, куда он бежит, куда он бежит, да, вышку, вышку можно бежить, ну, т-1, походу, да, да, вышка, то же вариант, у нас тысячи преимущества, плачок заходит на вышку, зоопарк имеется работы, смотрите, Дмитрий, какой интересный артефакт у Сэпп в инвентаре появляется, мое уважение, Дмитрий, да, мое тоже, так-то, если подумать, классно, да, это Spell Damage SF, тот самый, и, к слову, очень круто, то, что, блин, теперь можно хоть во что-то заградить, то есть, эта идея, вот, витала в голове у меня еще, не знаю, со временем первой доты, когда вот у меня есть блинка, а, черт возьми, его потом хочешь на что-то заметить, потому что он не дает статов, и, наконец-то, спустя 10 лет Габен, наконец-то, он все-таки решил что-то сделать, красава, нормально, нормально, нет, я абсолютно разделяю это мнение, что круто теперь, что из-за блинка может появиться действительно стоящий артефакт, и так, вот он SF, запрыгивает блинка со своего, постеснялся давать ультимейт, но БКБ прожал, правда, и БКБ теперь ну, да, в любом случае сикер, который прожимает БКБ, это грустный сикер, особенно, если он никого не убивает, у противников преимущество 17 тысяч, они все еще очень сильны в замесе 5 на 5, особенно, вот, очень опасен лекан, потому что, вот, смотришь на количество этих ауров, понимаешь, что если он выживает после драки, база падает моментально, ну, и самое главное, то, что радианты, они прямо вот дико ушли в защиту, им очень сложно начать, у них Марс 07, который даже не имеет даггера, не имеет БКБ, он и впитать нормально не может, и ворваться нормально не может, но остальные герои, они, естественно, ворваться не особо хотят, потому что они немножко для этого созданы, в итоге Марса нашли, снова подкопали, Марс утяжка, остальные герои зажаты, они стоят за ним, Марс слишком буквально понимает идею врыва, и врываются в основном в него, а не вон в кого-то, всю игру так, 7 смертей, 5 ассистов, 0 фраг, печальное зрелище, волк забирает Т2 на топе, сильный волк, уже башер в инвентаре, да, эсф сильный, так надеюсь, эбистол не будет собирать, можно, конечно, не нужно, если этим получше, чем эбистол, эсфим, подумывают, держать на месте, кого, блатсикера, главного бегуна, спринтера, или просто подумывают, потроллить комментаторов, ой, все то и дело, был бы я игроком, вы бы так страдали, и делал даже не в сборках, дело бы в том, что вам пришлось покомментировать мои игры, хорошо, что вы не игрок, Дмитрий, это правда, это правда, так, с марса снова нашли, дымковый упор вон, эй, что ж ты делаешь, докричем, ну да, его скоро рубик обгонит, его уже пак пятерка обошел, ну, будем считать, что пак четверка, и рубик пятерка, его скоро догонит, о, минус эмиран, ну, ОД пока заслеил, да, ОД работает, странно, вроде как, контратака от Радианта, контролирует Марса, ну, нам не привыкать, стрелы летают, в рубика, кстати, попала стрела, это та самая арена, которые промахнулись, да, да, о, да, я слышал звук арены, но я не обратил внимание, куда она была поставлена, значит, она была поставлена не в цель, но я вас поздравляю, Дмитрий, это апофеоз, апофеоз этой карты, апофеоз игры этого игрока, у него хороший день, ладно, хватит его душить, да, я не душу, я как раз подбираю формулировки, и в этом смысле не думаю, что он расстроится, если вдруг услышит, и дело даже не в языковом барьере, хотя, кстати, по-моему, он был башер, Дмитрий, да, почему нет, все, это из Эбисса, ну, слушай, Дмитрий, вообще, я просто не мастер СФ, может быть, это и к лучшему, может прикольно получиться, если он прыгает с блинка, дает Эбису, ульт, нажимает репрешер, кидает еще один, Эбису и ульт, это выглядит прикольно, потому что урон там суммарно залетит, лень считать, лучше посмотреть, звучит прикольно, и выглядеть это тоже будет прикольно, но если мы увидим такое в этой игре, ой, сказка, я бы хотел увидеть, сказка, все, у нас есть мотивация продолжать смотреть эту карту, мы придумали ее себе, поздравляю вас, Дмитрий, теперь ближайшие, сколько, минут 15, да, мы будем находиться в предвкушении, это приятно, 27,000, Дмитрий, вообще, как видите, тут команда умеет играть первым номером, если они прям так мощно отстали лейнинг, ну, или хотя бы не на фидер, то там появляются ауты, без спорта. Заметьте, в этой игре немножко смели подход, то есть у них кэрри номер один, такой полу-кэрри, лейкан, да, бегает там, бафает СФ, бафает его кераской, нажимает на барабанчики, вызывает некрачей, танкует для него, вот там, лечит на противников, снижая их урон, в общем, волк старается, а СФ, он такой прям реально мощный чел, который бегает по карте, всех убивает, пока лейкан впитывает, единственный СФ далеко сейчас? А СНК ворвался, его подняли, Марс, давай, звездный час, хорошая стрела, СНК обрабатываем, СНК, приехал, Рубен, беги, Рубен, тут же блинкаут, да, это была хорошая стрела, это там, вводы, это была хорошая стрела, но это была стрела от Рубика, что иронично, Рубик в этой игре, есть ощущение, что немножко лучше и Марс, чем Марс, но впрочем, ладно, пусть парни там сами разбираются, СФ прожимает БКБ, начинает убивать людей, делается выкуп от ОД, теперь его очередь, жать БКБ, СФ убили, 100 секунд без байбека, Метеор кастуется, кастуется в Рубика, на Рубике фраг сделали, Волк уже давным-давно ретировался, и это выигранная драка, правда, байбек, конечно, но... Ну, байбек, да, ну, молодцы, что могу сказать, ОД красавчик удивил, там уже ребята потратили все блэкинг-бары, пошли давить, а БКБщики закончились, и когда БКБщик нет, там уже его Д нормально разваливает, в общем, эмоции, хороший файт провели, где-то мы это уже видели, да, 26 тысяч преимущества, и вот такая драка, помните, Дмитрий, что было дальше, еще одна такая же драка, а потом еще одна такая же драка, и снова такая же драка, ну, да, Дар, ошибаться нежелательно, нашли, кстати, пака, и греймстрока, и пока выигрывает время, но у него проблемы, да, ну-ка, 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 рейнг-аут, стрела, не точно, уйдет, да, молодец какой, башар не пропал, секера, все время лекан заходит, зоопарк здесь, Марс выходит из защиты, прогоняет весь зоопарк, лекан дальше убегается, вражеские леса, есть ощущение, что он нетворца зоопарка лекантропа, больше чем нетворца Марса, может быть, Дмитрий, все может быть, если переводить в деньги, третья и некра, нет, третья и некра не такие дорогие, прекрасно, печально, печально, может быть, волки дорогие, мы же не знаем, сколько волки стоят, я думаю, они без цены, да, даже не знаю, кто, его сыновья, его братья, я не знаю, кем они ему приходятся, лекану, его кореша, его кореша, ну, его кореша, пока был, запакованный, по сути, все, не знаю, что еще он хочет на инвентаре, барабанщики на что-то поменять, можно поражать барабанщики еще 4 раза, а потом продать, заменить на что-то, силен, ничего не скажешь, там, сейчас такой-нибудь аганимчик покупаем, кусаем союзника, бежим, бежим, усопа бисал, два бисала, он это сделал, он это сделал, теперь наблюдаем, теперь ждем рефрешера получается, и все, и, вот оно шоу, ждем хорошего шоу, дар собираются, пока не в полном составе, мои спаи, они аккуратненько отжимают, зашли, подивардели, и там, если байбэк, допустим, есть еще какого-то сикера, опять же, можно на байбэке комбэкнуть, как это было в прошлой драке, поэтому им ждать ли не фидить, спокойненько забыть рошан, взять себе айгеги, сыр, и пойти, потому что ждать, ну, уже желательно не затягивать, так как слоты заканчиваются, там, лекан уже полностью запакованный, там, барабанчики сменят, и все, он фул, усф айтемы заканчиваются, а у радиентов тут, как бы, еще перспектив масса, там, у дэйс себе может купить хорошие вещички, сикеру есть что взять, в общем, радиенты здесь, здесь прям, всегда готовы, для меня все-таки предметом особого интереса, является сборка шэдоуфинда, не ставлю ее под сомнение, она работает, команда выигрывает, все здорово, но, есть ощущение, что просто в какой-то момент, такому эсэфу все равно, рано или поздно, в дэмэдж с руки, придется переодеваться, если вдруг игра зайдет в какой-нибудь гиперлейт, все может быть, Дмитрий, ну, я бы на его месте, покупал что-то, что хорошо смотрится с рефрешером, дэмэдж с руки, можно переодеваться, когда он возьмет 30-й, когда он получает таланты, все, там он уже с руки нормально валивает, а пока он чистый маг, пак спалил смок, упрыгнул, но тут момент-то разделился, сэф дает прокаст, убивает марса, здравствуйте, бладсикер остается один, много урона по нему влетает, нажимает бкб, ультимейт от од, рубика убили, пака убили, рубик выкупается, не стесняется, волк поработал по бладсикеру, есть байбэк, 90 секунд в таверне он просидит, од прячется, рубик ворует, ультимейт од, здравствуйте, и этот самый од, отъезжает в таверну, гримстрок тп домой, рубик сбивает, рубик отработал, красавец, там еще и миранку убивают, ну тут все, судя по всему, ну преимущество слишком большое, там 26 и 27 против 19 на 14, сикер с трудом убил пака, там бегает саппорт, пак 2200, он его с трудом убил, я уже молчу у Люканова, про который там бегает с керасой, 6 лотов, да, не без этого, не без этого, ну что тут скажешь, друзья, нас ждет третья карта, да, интрига, наверняка, Марс, напоследок, 11 смертей, хорош, хорош, в общем, как видите, дмитрий, моя чуйка, вот, оказалась верна, они просто сделали хороший пик, вместо одного кора имеют сейчас двух хороших коров, чуть-чуть лучше отстояли, сыграли поинициативнее, не, ну решили не делать эти вот сборки через миды страде, которые заходят крайне редко, на высоком уровне, ну хорошая команда просто наказывает, там он сларк взял, дефузайпл команду убил, и все, и вот она, атакующая дота во всей красе, круто, круто, за такой дотой всегда смотреть интереснее, чем за дотой, в которой и герои фармят, доп.чампам респект, это и эффективно, и эффектно, все как надо, так, там, я так понимаю, финальный аккорд, лебединая песня команды Рейден, полетал, SF, его все устраивает, Ликантроп, Блэкинг Баррио, с помощью Абиссала, выпрыгнул, убил Грима, Грим выкупился, момент продолжается, там Рубика убили, без байбэка, можно Сэн Кинга попробовать убить, есть чем сбить, есть чем сбить, отлично, время откидки байбэки так-то, Пак запрыгивает, сейвит тиммейта, подойдет ли сюда еще кто-то, чтобы чуть больше урона было, Сэн Кинга все-таки убили, что насчет Пака, где этот друг, товарищ, а он все еще в окружении соперника, PSF запрыгивает, Блэкинг Барри, кастует ультимейт, его там проконтролили какое-то время, могло показаться, что все вышло из-под контроля, но нет, на самом деле все в порядке, герои в таверну отправляются, остаются только Мирана с Блодсикером, Гудгейм, Велфлейт, все выходит на третью решающую карту, В общем, Метри, прикольная сборка у Сэфа, да, мне понравилось, сработает ли она, ну, в тире-один, в тире-один сцене, ну, на ладе, где-нибудь, я не знаю, там, в финале мажора, вот я посмотрел, хорошо бы, хорошо бы, просто вполне возможно, что за всеми лигами не уследишь, вполне возможно, что такая же сборка у кого-то и в Европе, и в Китае уже давно-давно фигурирует, но это выглядит здорово, такой этот блинк, он, ну, он очень сильный, когда у тебя есть большие кулдауны, есть сильные прокасты, АСФ как раз один из таких героев, классно, классно, мне понравилось, для папчика норм, там, встанчик закинул, ультимейт прожал, три кайла и ехала, ехала, и ехала, а мы с вами, друзья, едем на третью решающую, посмотрим после перерыва, вполне возможно, что вы насмотрите не из московского часового пояса, но если из московского, то доброго вам утра, будем закругляться с Северной Америкой, спустя 10-15 минутную паузу, но, чтобы ничего не пропустить, лучше просто не уходите с трансляции.